Здравствуйте, товарищи слушатели! Мы после некоторого вынужденного перерыва возвращаемся к изучению Владимира Ильича Ленина. В частности, мы на предыдущих занятиях изучали работу Владимира Ильича Ленина «Государство и революция». И вот сегодня я хочу предложить вашему вниманию заключительную главу этой работы, которую Владимир Ильич Ленин назвал «Опошление марксизма оппортунистами». Значит, суть этой главы заключается в том, что Владимир Ильич здесь полемизирует с оппортунистами и с революционистами, с такими как Кауский, немного с Плехановым. Ну, а в основном он здесь полемизирует с анархистами и оппортунистами в целом. Я хочу остановиться на тех моментах в этой главе, на которых Владимир Ильич не столько полемизирует с оппортунистами и анархистами, и анализирует их ошибки, а излагает основные положения марксизма, которые актуальны, как мне кажется, и на сегодняшний день, и полезны для нашего времени. Поэтому вот именно на этих вопросах я и хочу остановиться. Ну и теперь конкретно. Начинает эту главу Владимир Ильич таким обращением читателям. Вопрос об отношении государства к социальной революции и социальной революции к государству занимал виднейших теоретиков и публицистов второго интернационала очень мало, как и вообще вопрос о революции. В общем и целом, можно сказать, что из уклончивости по вопросу об отношении пролетарской революции к государству, уклончивости выгодной для оппортунизма и питавшей его, проистекло извращение марксизма и полное опошление его. И переходит к полемике с анархистами и говорит, анархисты пытались именно Парижскую коммуну объявить, так сказать, своей, слово своей он берет в кавычки, подтверждающей их учения. Причем они совершенно не поняли уроков коммуны и анализа этих уроков Марксом. Ничего даже приблизительно подходящего к истине по конкретно политическим вопросам, надо ли разбить старую государственную машину и чем заменить ее, анархизм не дал. Но говорить об анархизме и социализме, обходя весь вопрос о государстве, не замечая всего развития марксизма до и после коммуны, это значило неминуемо скатываться к оппортунизму. Ибо оппортунизму как раз больше всего и требуется, чтобы два указанные нами сейчас вопроса не ставились вовсе. Это уже есть победа оппортунизма. То есть какие два вопроса? Надо ли разбить старую государственную машину и чем заменить ее? Эти два вопроса, которые оппортунизму как раз и не очень были удобны, как говорит Владимир Ильич. Далее он как бы переходит к рассмотрению отношения марксизма к этим вопросам. И говорит, рабочие, завоевав политическую власть, разобьют старый бюрократический аппарат, сломают его до основания, не оставят от него камня на камне, заменят его новым, состоящим из тех же самых рабочих и служащих, против превращения коих в бюрократов будут приняты тотчас меры, подобно разобранные Марксом и Энгельсом. И он говорит, какие меры должны принять рабочие, завоевав политическую власть, и которые были разобраны Марксом и Энгельсом. Он называет эти конкретные меры и говорит, первое, не только выборность, но и сменяемость в любое время. Второе, плата не выше рабочего. И третье, переход немедленный к тому, чтобы все исполняли функции контроля и надзора, чтобы все на время становились бюрократами, слово бюрократа он берет в кавычки, и чтобы поэтому никто не смог стать бюрократом. Вот такие меры, считает Владимир Владимирович, должен принять рабочий класс, завоевав политическую власть. Далее он говорит, опять же, переходя к полемике с анархизмом и аппортунизмом, говорит следующее. Различие между марксистами и анархистами состоит в том, что первые, то есть марксисты, ставя своей целью полное уничтожение государства, признают эту цель осуществимой лишь после уничтожения классов социалистической революции, как результат установления социализма, ведущего к отмиранию государства. Вторые, то есть анархисты, хотят полного уничтожения государства сегодня-назавтра, не понимая условий осуществимости такого уничтожения. Второе различие, говорит Владимир Владимирович, между марксистами и анархистами. Первое, марксисты признают необходимым, чтобы пролетариат, завоевав политическую власть, разрушил полностью старую государственную машину, заменив ее новой, состоящей из организаций вооруженных рабочих по типу коммуны. Второе, отстаивая разрушение государственной машины, представляет себе совершенно неясно, чем ее пролетариат заменит и как он будет пользоваться революционной властью. Анархисты даже отрицают использование государственной власти революционным пролетариатам, его революционную диктатуру. И третье различие, на котором остановился Владимир Ильич. Первые, марксисты, требуют подготовки пролетариата к революции путем использования современного государства. Анархисты это отрицают. Далее, революция, говорит Ленин, состоит в том, что пролетариат разрушает аппарат управления и весь государственный аппарат, заменяя его новым, состоящим из вооруженных рабочих. Суть дела совсем не в том, останутся ли министерства, будут ли комиссии социалистов или иные какие-то учреждения, это совершенно не важно. Суть дела в том, сохраняется ли старая государственная машина, связанная тысячами нитей с буржуазией и насквозь пропитанная рутиной и косностью. Или она разрушится и заменяется новой. Революция должна состоять не в том, чтобы новый класс командовал, управлял при помощи старой государственной машины, а в том, чтобы он разбил эту машину и командовал, управлял при помощи новой машины. Далее разъясняет Владимир Ильич, мы не обходимся без чиновников при капитализме, при господстве буржуазии. Пролетариат угнетен, трудящиеся массы порабощены капитализмом. При капитализме демократизм сужен, сжат, урезан, изуродован всей обстановкой наемного рабства, нужды и нищеты масс. Поэтому и только поэтому в наших политических и профессиональных организациях должностные лица развращаются обстановкой капитализма и проявляют тенденцию к превращению в бюрократов, то есть в оторванных от масс, стоящих над массами привилегированных лиц. Вот суть бюрократизма при господстве буржуазии. И он завершает свою мысль именно этими словами. В этом суть бюрократизма, и пока не экспроприированы капиталисты, пока не свергнута буржуазия, до тех пор неизбежна известная бюрократизация даже пролетарских должностных лиц. При социализме, говорит Ленин, впервые в истории цивилизованных обществ масса населения поднимется до самостоятельного участия не только в голосованиях и выборах, как это было ранее, но и в повседневном управлении. При социализме все будут управлять по очереди и быстро привыкнут к тому, чтобы никто не управлял. Маркс с его гениальным критически-аналитическим умом увидел в практических мерах коммуны тот перелом, которого боятся и не хотят признавать оппортунисты из трусости из-за нежелания бесповоротно порвать с буржуазией и которого не хотят видеть анархисты либо из торопливости, либо из непонимания условий массовых социальных превращений вообще. И приводит Владимир Владимирович такую мысль Не надо и думать о разрушении старой государственной машины Где же нам обойтись без министерств и без чиновников рассуждает оппортунист насквозь пропитанный филистерством и в сущности не только не верящий в революцию, в творчество революции но смертельно боящийся ее Далее, надо думать только о разрушении старой государственной машины Нечего вникать в конкретные уроки прежних пролетарских революций и анализировать чем и как заменять революцию рассуждает анархист То есть он приводит как бы направление мышления оппортунистов и анархистов И теперь он переходит к марксизму и говорит Маркс же учит нас избегать обеих ошибок Учит беззаветной смелости в разрушении всей старой государственной машины И в то же время учит ставить вопрос конкретно Комуна смогла в несколько недель начать строить новую пролетарскую государственную машину Проводя указанные меры к большему демократизму и к искоренению бюрократизма Будем учиться у коммунаров революционной смелости Будем видеть в их практических мерах намечания практически насущных и немедленно возможных мер И тогда, идя таким путем, мы придем к полному разрушению бюрократизма Возможность такого разрушения обеспечена тем, что социализм сократит рабочий день Поднимет массы к новой жизни Поставит большинство населения в условия, позволяющие всем без изъятия выполнять государственные функции А это приводит к полному отмиранию всякого государства вообще Далее, говорит Владимир Ильич Оппортунисты вполне согласны бороться за передвижку отношений силы внутри государственной власти За приобретение большинства в парламенте и за всевластие парламента над правительством Благороднейшая цель, говорит Владимир Ильич В которой все приемлемо для оппортунистов Все остается в рамках буржуазной парламентарной республики То есть победить, как мечтают оппортунисты в буржуазном парламенте И тогда чего-то можно добиться Хотя это явно противоречит марксизму И поэтому Владимир Ильич такую мысль говорит А мы пойдем на раскол с оппортунистами И весь сознательный пролетариат будет с нами в борьбе Не за передвижку отношений силы А за свержение буржуазии За разрушение буржуазного парламентаризма За демократическую республику типа коммуны Или республику советов, рабочих и солдатских депутатов За революционную диктатуру пролетариата И завершает эту главу Такой мыслью Владимир Ильич Извращение И замалчивание вопроса об отношении Пролетарской революции к государству Не могло не сыграть громадной роли тогда Когда государства С усиленным вследствие империалистического соревнования Военным аппаратом Превратились в военное чудовище Истребляющее миллионы людей Ради того, чтобы решить спор Англия или Германия Тому или иному финансовому капиталу Господствовать над миром Вот этой мыслью Владимир Ильич Заканчивает эту работу Но он планировал ее продолжить Но в его планах В его планы вмешалась Как он сам говорит Революция Октябрьский кризис Он его назвал И значит Он поставил Успел поставить Следующую главу Дал ей заголовок Опыт русской революции 1905-1917 годов Ну 17 год он имел ввиду Февральскую конечно революцию Но Получилось так, что Он объяснил Почему он не смог продолжить работу Он Когда эту работу он уже издал Написана Вы помните Я говорил Написано было в августе-сентябре Шалаше в разливе он ее писал Да А издать он ее мог уже только В конце ноября 17-го года уже После совершения революции Октябрьской И В послезловии К первому своему изданию Вот Ноябрьскому Он говорит Настоящая брошюра Написана в августе-сентябре Мною был уже составлен план Следующей главы Опыт русских революций 1905-1917 годов Но кроме заглавия Я не успел написать Из этой главы ни строчки Помешал Слово это берет в кавычки Политический кризис Канун Октябрьской революции 1917 года Такой помехе Можно только радоваться Но второй выпуск Брошюры Посвященный опыту Русских революций 1905-1917 годов Пожалуй придется Отложить надолго Приятнее и полезнее Опыт революции Проделывать Чем о нем писать Вот на этом Он и закончил Как бы Работу Эту работу Государства и революции Я тоже Закончил То что хотел сказать Об этой работе Пожалуйста Какие-то есть вопросы Или уточнения Так Ну давайте Для начала Самое главное Наверное На этой работе Точнее В этой главе По поводу бюрократизма Да Владимир Ильич Как раз наглядно Показывает Что такое бюрократизм Да Коммуна Когда пришла в власть У нее был Уже план действий Там буквально Два с лишним месяца Продержались 72 дня Точно Они успели Да Кучу вещей Сделать И большевики Когда в власти Пришли У них уже была Программа действий Которые они тут Начали реализовывать Да Собственно Не является ли это Как раз признаком К тому Чтобы в веке К тому моменту Когда они взяли в власть Уже были готовыми Бюрократами Которые занимались Именно Бюрократической работой И заменой Аппарата Государственного До своего аппарата Нет А суть-то Бюрократии В чем заключается Она заключается В том Что как вот здесь Владимир Ильич В этой главе Говорит Что бюрократы Оторваны от мас Когда они Ну и можно еще раз Процитировать Его слова Значит Что они превращают Становятся Оторваны от мас И превращаются Ну как бы Стоящими над массами Стоящими над их интересами Поэтому То управление Это само по себе Нужно И органы управления Нужны Но нужно бороться С бюрократизмом Чтобы этот бюрократизм Не противостоял Коренным интересам Трудящихся Вот в чем вопрос Чтобы этот орган управления Не противостоял Не превращался В бюрократа Не стоял над массами Вот в чем разница Между просто управлением И бюрократизмом По Ленину Тут же написано Как бороться Да Он сказал Что приняты должны быть Сейчас меры Это не только выборность Но и сменяемость В любое время Это плата не выше платы Квалифицированного рабочего И переход немедленный К тому Чтобы все Выполняли функции Надзора и контроля Все трудящиеся массы Вот Три меры Которые обеспечат Преодоление бюрократизма А тут тогда В продолжении вопроса Многие безграмотные люди Которые вызывали себя левым Мне говорят Вот Сталин был такой Если бы сменяемость власти Мы бы сменились Ничего бы не получилось Что сменилось Кто сменилось Она сменялась постоянно Каждый Верховный Нет Ну подожди Постоянно Происходили Через Каждые там Сколько Четыре года Я сейчас не помню Выборы Советы местные Региональные Региональные Правда такого Не было понятия Областные Верховный совет Постоянные люди Там менялись Там же менялись люди Постоянно В этих советах А собственно Они же определяли Политику государства И деятельность И ставили задачи Сталин просто Как его правительство Это как бы Аппарат Который воплощал В жизнь Те задачи Которые Ставили Представители Трудящихся В лице советов Вот в чем тут Загвоздка А при чем тут Сталин Я никак не понимаю Что все Хотят на него Все свалить У нас Целый ряд Органов управления Которые Занимались Не один Сталин Занимался управлением Государством Хорошо Тогда еще вопрос У нас из чата Как вы видите Эту ситуацию Применительно К настоящему времени Как вижу Какую Эту ситуацию В борьбе с оппортунизмом Или с чем Или как Отношение государства К революции И революции государства Борьба с бюрократизмом Возможно После того Как пролетариат Возьмет политическую власть То есть Осуществится Социалистическая революция Тогда только Можно говорить О борьбе с бюрократизмом Потому что Прикапитализм Бюрократизм Неизбежен Он Сам капитализм Вообще Самое устройство Стоит Что он над массой Стоит Что Органы управления Они Работают Прикапитализм В интересах Небольшой Группы олигархов Ну капиталистов Вообще А основная Трудящаяся масса Она как бы В рабстве находится Можно сказать Практически Вот То есть О чем Что О чем идет речь В этом вопросе Я не знаю На что ответить На какой момент Что преодолеть Он хочет Товарищ Надо бы уточнить Этот вопрос Но он вас слушает Да Можете У него Задать вопрос Сейчас Сформулирую Что надо преодолеть Преодолеть Надо сопротивление Буржуазии Конечно И оно Помню бы Из истории Как долго Она сопротивлялась Вплоть до Развязывания Гражданской войны Которая продолжалась Аж Три Почти четыре года Четыре Четыре Не На мой взгляд Здесь ключевое В этой главе Что Сопротунизм То есть Он рассказывал В чем ошибки Аппортунизма И анархизма По отношению К государству И к революции Вот о чем он Это как бы Бюрократизм Это как бы Часть этого вопроса У нас же до сих пор Главная Беда Каждый Левый Считает Что там Кто-то что-то Делал Это именно И в партии Сделал Как здесь анархисты Считают Что тут Парижская коммуна Это их Так сказать Воплощение Ну да Владимир Вячеслав К этому отношению Никто не знает Анархисты Пытались Но Дело в том Что анархисты Говорят Разрушим аппарат И все А там уже Посмотрим Что А ведь Надо же Государство Существует Люди существуют Их же Надо обеспечить Предметами Жизнеобеспечения Кто Государство Нужно управлять Тем не менее А разрушив аппарат Что анархия Конечно Как бы На один день Может быть и хорошо А людям то надо Не один день жить А долго жить И нужно Да Как явление Да Ну а аппортунизм Конечно С чем он был Не согласен Аппортунизм Считал Что вот Мы где-нибудь Когда-нибудь На выборах Мы каких-нибудь Победим На буржуазных Выборах Да И все И тогда Парламент Будет совсем Хороший Вот совсем Хороший Он будет действовать В интересах Не буржуазии А В интересах Трудящихся Масс Ну Как история Показала Что Сколько Бы не было Попыток Установить Хороший Буржуазный Парламент Он ни к чему Хорошему Не приводил Никогда Он не приводил К тому Что Была Разрушена Диктатура Буржуазии И установлена Власть В интересах Рабочего Класса Прежде всего Ну и других Трудящихся Да Но тут Жалуются Что у нас Есть Пропадает За связь Я не отвечаю Ну понятно Специально Я могу Порекомендовать Только самим Прочитать Эту работу Там она Еще Интересный Не только В том Что Владимир Здесь Основные Положения Максизма Излагает Но Интересна Она еще И тем Что Здесь Исторически Как бы Что Происходило В этот Перед Он же Часто Обращается Конкретным Значит Лицам Что Конкретным Историческим Фактам Что Происходило Как Происходила Борьба Поэтому Она Довольно Любопытна Я бы Советовал Ее Почитать Но Мы Не Можем Ее Она Значительно Она Почти Полторы Сотни Страниц Занимает Небольшой Книги Поэтому Мы Подробности Как бы По Буквенно Изучить Не Можем А Основное Положение Смог Считаю Довести До вас А так Я рекомендую Вам Самим Прочитать Она Очень Интересна Мы Запись До этого Ведем Еще Параллельно Чтобы Потом С хорошим Звуком Все Это Выложить Давайте Напоследок Еще Один Вопрос С чата И Будем Сворачиваться Еще Вопрос Борьба Лично С бюрократией Каждого В чем Заключается Каждого Отдельного Человека Борьба С бюрократией Я Не Знаю Как Это Сказать Как Лично Как Может Каждый Лично Бороться С бюрократией Здесь Наверное Надо Чтобы С бюрократией Одному Человеку Бороться Очень Тяжело Здесь Нужно Чтобы За этим Конечно Следила Партия Только Она Может Возглавить Эту Борьбу С бюрократией С тем Чтобы Она Следила За тем Чтобы Советы Регулярно Обновлялись Чтобы Соблюдалось Вот эти Условия Что Если Кто-то В органах Управления Которая Не отвечает Требованиям МАС Не отвечает Коренным Интересам МАС Чтобы Его Заменить В любое Время И чтобы Организовать Контроль Со стороны Коллективов Трудовых Со стороны МАС Ну То О чем Говорил Ленин Поэтому Единицам Очень Бороться Очень Трудно На мой Взгляд Бороться С бюрократией Кто-то Нас Смотрится В европейской Части Страны Спрашивает Чего мы Так с утра Рано Начали Ну да У нас уже К сожалению Дело к вечеру Уже Ужинать пора Давно Уже Да